Всем привет, спасибо. Здесь собрались в основном разработчики, я так понимаю, да? Как часто вас просили Wi-Fi починить, потому что вы же программист. Просили, да, как бы я попал. Примерно такая же история случается, когда ты хочешь рассказать про машинное обучение, и ты, в общем, работаешь в Google, потому что люди ждут, ну ты же как бы там и AlphaGo, наверное, делал, и Waymo строил, и вообще там как бы сейчас TensorFlow Lite писал, и как бы боюсь вас разочаровать, ни того, ни того, ни того я не делал. Но я ревьюил один коммит в TensorFlow внутренний, когда нашел там один баг. Так что, в общем, не уходите прямо сейчас, да, послушайте дальше. Немножко про меня как бы два слова. Я там довольно долго занимался разными инженерными вещами, потом занимался продуктом, после переезда в Германию снова перешел как бы на инженерную сторону, и там полтора года почти в Google, до буквально вчерашнего дня был ML-инженером в команде, которая помогает крупным клиентам с миграциями. Крупные клиенты для понимания, это там компании масштаба Twitter, которые переезжают как бы в облака. И мы помогали с миграцией компаниями вот такого уровня, которые хотят использовать наши сервисы, связанные как раз с машинным обучением. И одной из наших задач, в том числе, как команда, было понимать, что на самом деле там нужно крупным интерпрайз клиентам, в чем у них проблемы, и за счет того, что это всегда нестандартные нагрузки, нестандартные истории, удается как раз, как вы понимаете, все на самом деле проблемы, они обычно возникают на стыке, когда ты интегрируешь разные кусочки, каждый из которых вроде бы идеально работает, а вместе там в нестандартной ситуации все как бы не так идеально. Тем не менее, про что я сегодня буду рассказывать, и для начала я хочу немножко упомянуть прекрасное исследование. Про OpenAI все же слышали? Если вдруг не слышали, то есть OpenAI такая очень крутая нон-профит организация, которая занимается ресерчем в области машинного обучения. У них примерно год назад вышло очень интересное исследование, оно причем написано очень доступным языком, рекомендую посмотреть по ссылочке. Они сделали очень крутую штуку, они взяли последние как бы 6 лет, и там на этом таймлайне брали примерно раз в полгода в год самую крутую модель, которая была прорывом на тот момент времени. Соответственно, брали соответствующую статью и оценивали количество операций с плавающей точки, которые нужно, чтобы натренировать такую модель. Само по себе довольно интересная методика оценки, они приводят на самом деле для каждой точки на своем графике, какую модель они взяли, ссылку на статью, и как они оценили количество операций, нужных чтобы посчитать, чтобы натренировать эту модель. Все наверняка помнят про закон Мура. Мура нам говорит, что каждые полтора года у нас количество транзисторов на квадратный миллиметр, либо на что там, оно удваивается. И говоря неформальным языком, у нас на самом деле наша вычислительная мощность растет экспоненциально с периодом удвоения раз в полтора года. Так вот, из этого исследования следует, что на самом деле запрос на вычислительную мощность для того, чтобы тренировать state of the art модель машинного обучения, он тоже следует экспоненциальному закону, но период удвоения там 3 месяца. То есть, каждые 3 месяца, ну понятно, как бы они экстраполировали этот график, но 6 лет, в общем-то, довольно значительный период наблюдений. Каждые 3 месяца вам нужно в 2 раза как бы более мощные вычислительные мощности, чтобы тренировать еще раз самые прогрессивные модели на этот момент. И естественно делать это можно каким способом? Можно масштабироваться вертикально. Все это нам объясняет, почему нам нужно масштабироваться и почему, собственно говоря, что на самом деле в этот момент возникают большие данные, какие у нас проблемы возникают. Нам нужно масштабироваться, мы можем масштабироваться вертикально. Вертикально масштабироваться, как многие, наверное, знают, можно только до определенного предела, рано или поздно ты все равно утыкаешься физические ограничения. И поэтому в какой-то момент тебе нужно масштабироваться горизонтально. Мы сегодня с вами немножко про это поговорим, что же там под капотом, почему это удается делать и почему там какие-то вещи нужно и важно понимать. Потом мы с вами поговорим, я немножко опять же на эту тему расскажу, как вообще TensorFlow работает с данными, как можно тюнить pipeline. И в конце покажу один интересный инструмент для профайлинга. У меня вопрос. Аудитория, очень тяжело с такими докладами всегда попадать в аудиторию, потому что то ли слишком просто, то ли слишком сложно. Кто из вас вообще с профайлером в TensorFlow работал? Окей. Хорошо, давайте здесь сделаем так. Я попробую рассказывать чуть быстрее на самом деле, но если вдруг там что-то непонятно, аудитория в принципе небольшая, давайте меня прерывайте, и я буду отвечать, если вдруг чувствуете, что что-то нет, потому что я скорее боюсь, что будет слишком легко. Так вот, продолжая этот слайд, сейчас у одного моего коллеги, который постарше меня, я его очень уважаю, с большим опытом, у него вообще есть точка зрения, что наоборот история по спирали крутится, и мы уже упираемся в некоторый линит, где нам горизонтально масштабироваться сложно, и все наоборот сведется как бы обратно к вертикальному масштабированию за счет TPU, Tensor Processing Unit. Опять, извините за вопрос, а кто про TPU что-то слышал? А, все здорово. Ну, в смысле, как бы, да. Ну, это HTPU, да, их только-только стали продавать. У меня один есть, но я его на контейнере не смог запустить. Нужна Unix-овая машина, у меня только как бы под столом стоит на работе. Все с ним еще не поигрался. Так вот, не суть, как бы, все идет обратно к TPU, как бы, когда это специальный Processing Unit, специальная микросхема. Их делает Google как бы для себя и выпускает на рынок через Google Облака. На самом деле, там другие вендоры тоже в этом направлении идут. Там есть разные споры, у кого железо лучше. Но, на самом деле, это в целом высокопроизводительное железо, которое подходит как для тренировки моделей, так и для Inference. Опять же, в некоторых частных случаях. То есть нужно думать, что TPU это серебряная пуля, и любая модель от этого ускорится. Даже GPU такой пулей не является. Это вот такая штуковина, условно говоря. Это версия 2, уже версия 3 появилась. Она дает 180 терафлопс. Когда смотришь вживую, на самом деле, эти кабеля кажутся гораздо более толстыми. И они объединены в такие поды, которым можно, в частности, арендовать целый под в облаке. Почему важно арендовать поды? Потому что между ними, опять же, высокопропускная сеть, и вы как бы можете тренировать на поде целиком. И для понимания, один такой под дает 11,5 петафлопс. В 2016 году самый крутой компьютер в Китае, суперкомпьютер давал 200 петафлопс по порядку величины. Это, опять же, нельзя в лоб сравнить, потому что суперкомпьютер более универсальный, но это вам дает представление, опять же, таких подов в дата-центре стоит много. К чему мы идем с точки зрения потребностей в вычислительных мощностях. Так вот, теперь, переходя к сути, немножко расскажу про распределенное обучение, откуда оно возникает. Поговорим про то, как тюнить input pipelines, когда вы работаете с high-level API, и покажу несколько вещей про профайлинг. Начнем с того, что на всякий случай скажу, что такое TensorFlow, не обижайтесь. На самом деле, мне очень нравится это определение, которое идет из исходной white paper, опять же, написано довольно простым языком. Если серьезно работаете с фреймворком, мне кажется, есть смысл почитать. И TensorFlow — это интерфейс для того, чтобы вы свои алгоритмы машинного обучения описывали, в том числе их имплементация, кроссплатформенная и так далее и тому подобное. Опять же, если вдруг кому-то станет интересно про распределенное TensorFlow более подробное, то есть в сети на YouTube общедоступные видео стендерфлоу Dev Summit, когда его анонсировали, рекомендую посмотреть, если вдруг вы еще не смотрели, там очень интересно, они рассказывают, очень доступная и полезная вещь. Итак, на всякий случай, когда мы тренируем модели в распределенном режиме, у нас есть мастер, который, собственно говоря, выставляет наружу интерфейс session, есть вёркеры, есть серверы параметров, что важно понимать, что вёркеры, на самом деле, в TensorFlow стейкласс, и все переменные, все состояние, оно хранится на параметрах сервера. Теперь давайте предположим, что мы тренируем модели машинного… О, господи, мы нашу модель тренируем с помощью нейронных сетей. На всякий случай сделаю замечание со звездочкой, что все мы помним про новую фриланч-феори, что нейронная сеть – это не золотая пуля, и много разных замечательных алгоритмов есть, и нужно каждый раз смотреть, чем пользоваться. Но тем не менее, мы тренируем нашу нейронную сеть, и если вы там используете, например, деревья решения, либо что-то другое, посмотрите, как деревья решения у вас, там разные фреймворки, на самом деле, чуть по-разному распределенное обучение реализуют в этом случае. У нас есть метод стокастического градиентного спуска. Если мы посмотрим на то, что мы делаем, мы на самом деле делаем forward pass, считаем нашу функцию потерь по слоям и готовимся к тому, чтобы градиенты потом применить. Потом по нашему батчу, то есть мы идем в мини-батчах, мини-батч, на всякий случай, напомню, это случайная выборка из-за наших данных, считаем, чему равна наша функция потери, как бы делаем backward pass, когда обновляем веса, соответственно, к градиенту. Мы все это в пределах батча усредняем. И, естественно, ваш следующий шаг какой, если вы хотите перейти в модель распределенного обучения, прямо логичный, вытекающий из этой замечательной формулы, рассыпать этот батч по нескольким машинам. Нам просто повезло, как бы нейронные сети, они как бы в этом смысле, их обучение параллелится как бы out of the box, то есть как бы из коробки натуральным образом. Это называется data parallelism. Мы как бы данные шафлим случайным образом в данные нашего батча по вёркерам. Значит, и вот то, что я, значит, рассказал, начинаем делать в пределах батча. Какая есть проблема с такой реализацией реализации распределенного алгоритма машинного обучения? Он синхронный, да, правильно. Спасибо. Он синхронный. Если у вас этих вёркеров, а мы видели, что требования к пита-флопсу нужны, или флопсов банально, все больше и больше. Проблема в том, что когда у вас этих вёркеров становятся сотни и тысячи, у вас возникает задержка в рамках каждого шага, потому что вы так быстры, как насколько быстр самый медленный вёркер внутри батча. Поэтому придумали асинхронность data parallelism, асинхронность stochastic gradient descent. Есть как бы статья, которая объясняет, как устроен метод асинхронного stochastic градиентного спуска. Говоря простым языком, наши вёркеры работают как бы независимо друг от друга. И там есть некоторая математика, которую я не берусь объяснить, но я заглядывал в эту статью. Значит, она компенсирует для каждого вёркера как бы потери, которые он недоучил в своих весах, когда прилетают изменения от других вёркеров. Простым языком, несколько упрощая, все устроено примерно так. Поэтому первое, если вы работаете с TensorFlow, вы наверняка знаете такое понятие global step. Так, господа и дамы, пока как идем? Нормально, интересно, скучно? Окей, спасибо. Я так, извините, что-то спрашиваю. Значит, что такое global step? Давайте поиграем в небольшую игру для разминки. Это уже вечер, мы все устали, может быть. Допустим, мы решили натренировать нашу модель с помощью пяти вёркеров. Каждый вёркер выполняет 100 шагов. Сколько у нас будет global steps? Можно поднять руки, кто думает, что будет 500. Никто не думает, что будет 500? Окей, значит, я здесь не зря сегодня. Их будет 500. Ещё раз, это не значит, что вы неправильно думаете. Это нельзя угадать, если это можно просто знать, потому что так реализована API. И почему я сегодня про это рассказываю? Я, как уже говорил, в последние полтора года довольно много общаюсь с разными сторонними инженерными командами, которые используют TensorFlow, используют наши managed сервисы. И вы не поверите, как часто я встречал этот вопрос. Поэтому я сегодня решил с вами по поводу этого поговорить. А, ну, извините, забыл сказать, что если вы на самом деле посмотрите в реализацию API, то global step увеличивается каждый раз, когда вы вызываете оптимайзера минимайз. И как бы там правильно, что делать, если вы не знаете, как это работает, пойти как бы на GitHub, открыть и посмотреть, как реализован тот или иной метод. Итак, вопрос, который возникал очень много раз. Я там получал email и видел тикеты в саппорте. Люди говорят, у вас сегодня плохо работает, всё неправильно. Вот наш лог, когда мы тренируем, например, нашу модель на Cloud ML Engine, что просто как бы является managed сервисом в облаке для тренировки модели машинного мучения на TensorFlow, такой же лог будет, если вы там на своём кластере это гоняете. Вам каждый вертель, как вы видите, отправляет свои лосы и, значит, номер шага, и, значит, время, затраченное на шаг. Люди увеличивают кластер в пять раз, у них ничего не меняется. Время на шаг как было, так и осталось. Что начинают делать люди? Ну, если у вас золотой саппорт и вы твиттер, вы можете себе, наверное, на компании назвать какое-то неправильное, компания уровня твиттера, раз если любая, в смысле, это не из твиттера мне люди писали на всякий случай для записи. Если вам, вы как бы, у вас золотой саппорт, вы что можете написать инженеру из гугла, у вас всё неправильно работает, ерунда. Так вот, как бы, я вам пытаюсь рассказать, почему на самом деле всё работает правильно. Всё работает, как ожидалось. Что у нас происходит? Давайте разберёмся, почему же всё-таки вы ваш кластер увеличили, а метрика в логе в секунд на шаг не изменилась. И второе, как бы, мне нравится, как бы, понимаем, меня всегда это расстраивало, потом я поняла, почему это так. Почему в train spec, если кто-то, как бы, использует эстиматор, и нельзя задать количество эпох, а только количество шагов. Давайте посмотрим на простом примере. Мы тренируем на одной машинке и до этого, а теперь хотим масштабироваться до 4-х вёркеров. Как у нас изменятся такие метрики, как global step per second, количество шагов до сходимости и время до сходимости. Первое. Время, значит, секунд на шаг, который вам требуется, останется неизменным. Почему? А? Неглобальный, да. Всё правильно, правильно, да. Потому что, что, как вообще устроен распределённый TensorFlow, если говорить простым языком, что происходит? Вы написали ваш код. Дальше вы берёте этот код, деплойте на кластер. Ваш, как бы, питонячий код, там, знаешь, ну, если вы используете верхнеуровневый IP, да, как бы он приедет на каждую ноду вашего кластера. И мастер, значит, запустит его выполнение. Но смысл в чём? На самом деле, если вы подальше посмотрите, как, например, что начинает делать эстиматор, когда вы там вызываете train and evaluate или что-то такое, у вас, как бы, компьютер, да, в смысле нода, она начинает делать чуть-чуть разное в зависимости от того, что ей приехало из глобальной переменной tf.config. Она посмотрит, она поймёт вёркера, она либо параметр сервер, если вёркер, какой у неё вёркер ID, и какая другая, какая конфигурация, какая её роль в кластере. Исходя из этого, из вашего и одного, и того же, как бы, верхнеуровневого кода, да, она начнёт делать разное. Поэтому в этом смысле каждый вёркер работает независимо, и в лог он свои количество секунд на шаг пишет независимо, и поэтому количество секунд на шаг у вас не меняется. Что у вас меняется? У вас меняется количество global steps, которое вы делаете за секунду. Почему? Потому что global steps это уже метрика, за которую вы смотрите на уровне кластера. Потому что, по сути, выполняя каждый отдельный шаг, вы увеличиваете global step на единицу. Я ещё раз несколько упрощаю, там с разными оптимайзерами может быть по-разному, я как бы несколько там упрощённую вещь говорю. В базовом случае это так. Соответственно, global steps до сходимости вашей модели вы ожидаете, что будет примерно такое же, а время до сходимости вашей модели уменьшится в 4 раза. Ну, в идеале, да, естественно, у вас там будет некоторая поправка, значит, на… Теперь мы… А, нет, ну, это я говорил про вёркер, вы, я считал, что вы ещё параметр серверов там сколько-то добавили, да, спасибо за замечание, оно важное. Что происходит с бэдж-сайзом? На самом деле, бэдж-сайз, что, как бы, опять же, в некотором смысле логично следует из того, что я сказал, но это, ещё раз, это то, как устроен API и могло быть устроено по-другому. Если бэдж-сайз, это атрибут вёркера. Если вы задаёте бэдж-сайз, там, не знаю, тысяча двадцать четыре, теперь вы перешли, как бы, к кластеру, ну, где у вас четыре вёркера, каждый вёркер будет готовить свой батч размером тысяча двадцать четыре, а на уровне, там, global step вы будете следить за тем, чтобы эти батчи синхронизировались, потому что вёркер, как бы, он, по сути, global step у него будет каждый раз, там, плюс четыре, плюс четыре, плюс четыре, ну, в идеале. Кто-то, может быть, теперь мы логично перейдём к тому, как работает data input. TensorFlow читает данные всегда из файлов. Это файлы могут быть с тиф-рекордсами, значит, с портабафами, это файлы могут быть, там, csv, просто, как бы, текстовые, ну, по сути, csv, это есть, как бы, текстовый файл, да? И на уровне, верхнего уровня API вы можете, как бы, с датасетами делать разные трансформации мэпов, flat-мэпы, фильтры и, как бы, другие вещи. Это важно помнить, что TensorFlow читает данные из файлов, потому что даже если у вас есть какие-то коннекторы, которые, там, ходят напрямую в BigQuery, либо ходят, там, не знаю, в другую датабазу, скорее всего, все, что они делают, они, как бы, берут, один раз ходят в датабазу, пишут это, как бы, на диск и потом начинают с диска читать. Почему так происходит? Потому что, как бы, TensorFlow, как бы, по дефолту устроен так, он не держит ваш датасет в памяти. Ему это не нужно. Он держит в памяти, будет держать ровно столько, сколько ему нужно для следующего шага. И мы увидим, почему иногда это может быть не очень идеально и как можно с этим побороться. Следующий шаг. Немножко скажу про то, как можно рандомизировать ваши данные. В чем может быть ваша большая проблема? Особенно, когда, вы знаете, можете видеть, у вас там функция потерь каким-то странным образом начинает скакать. Поскольку TensorFlow читает данные из файлов, если вы, например, тренируете на одной машине, у которой, например, GPU, проблема может быть какая. Предположим, вы данные выгружали из какого-то источника. У вас получилось, что в каждом файле, например, свой класс. Либо в каждом файле данные, спасибо. В каждом файле данные, не знаю, по определенному месяцу. Пока TensorFlow by default не прочитал данные. То есть TensorFlow, вы ему говорите, хочу ли, мои тренинг дейта лежат в таких-то файлах. Создаете там файл паттерн. Он создает внутри себя очередь из этих файлов и начинает файл за файлом читать по мере того, как его нужно формировать батчи. Что происходит, если у вас в одном файле только один класс, и эти файлы довольно большие? Вы в каждом батче будете иметь только один класс, что, естественно, будет приводить к странным артефактам. Это важно помнить. Поэтому… Да, правильно, спасибо. Это просто, опять же, очень важно помнить, что когда вы тренируете модели с помощью TensorFlow, важно заботиться о том, как организованы ваши данные. Например, как вы можете с этим… А, еще другая проблема, которая может быть. Если у вас один громадный файл, и вы начали тренировать модели на кластере, что в этом случае будет происходить? Каждый веоркер будет из этого громадного файла, очевидно, с начала этого файла, и в итоге никакого там time-to-convergence у вас улучшения не произойдет. По какой причине? Потому что каждый веоркер на каждом, соответственно, шаге будет видеть одни и те же данные. И вы просто как бы четыре раза сделаете одно и то же. То же самое, как бы следующее последствие, если, например, вам вы делаете какой-то… Почему не стоит дорогой при процессе данных делать прямо как бы внутри pipeline, когда вы тренируете модель? Если вы модель тренируете в течение многих эпох, вы потратите кучу времени, соответственно, n раз вы сделаете одно и то же. Потому что данные по умолчанию вообще не кэшируют, такого инструмента нет. Вам нужен дорогой, сложный при processing, пользуйтесь инструментами типа TensorFlow, transform, либо другими-другими вариантами, как вы можете до начала тренировки преобразовать ваши данные. What the data randomization? Что есть у вас в арсенале? У вас есть shard. Shard позволяет вам задать какую-то функцию, которая, если вы тренируете на классе или нескольких нот, пошардирует файлы по разным машинам. Когда вы делаете pipeline для input, очевидно, shard должен стоять как можно больше впереди. Вы идеалили первым, высокого, вы создали очередь из файлов по понятным причинам, чтобы не делать лишние работы и сразу выкинуть лишнее. Второе. Вы можете делать shuffle. С shuffle частая проблема. Люди вызывают shuffle для датасета и забывают прочитать в документации, что shuffle shufflet только ту часть, которая уже подгружена в память. Поэтому если по умолчанию TensorFlow экономная штука, она подгружает только один бач в память, поэтому от вашего shuffle толку никакого. Если вы дополнительный, ну в смысле, вы должны понимать, где у него граница применимости. Если у вас есть проблема в том, что данные не перемешаны, и вы считаете, что вы на уровне датасета вызвали shuffle, то вам стало хорошо, нет, хорошо вам и не стало. Вам нужно либо сказать TensorFlow, давай-ка делай мне префэч на несколько бачей, сколько там у вас в память влезет, и там делать shuffle и все равно понимать, что это не идеально. Либо помогает shard, потому что тогда, если там будет 10-20, машина не будет одновременно читать из разных файлов и все будет хорошо, потому что, когда вы создаете очередь, она по умолчанию перемешивается, если на имплементацию посмотреть, свой shuffle стоит внутри. Прошу прощения. Создается, по сути, тензор с именами файлов. Либо вы можете сделать интерлив. С помощью инструкции интерлив вы можете сказать, при формировании каждого бача читай по столь катастроф и столь кита одновременно открытых файлов. Понятно, тоже вам добавляет историю с рандомизацией. Теперь посмотрим, например, тюнинга нашего input pipeline. По умолчанию давайте считать, что вы тренируете на GPU. Опять же, не всегда нужно тренировать с помощью GPU, не всегда это ускоряет. Но что нужно помнить? Во-первых, весь дейтопри процессинг и подготовка данных происходит на процессоре, на CPU. Поэтому, если вы написали абсолютно правильный код, датасет.батч, датасет у вас как-то из файлов до этого сделали, что будет происходить? Сначала CPU пойдет и будет готовить ваш батч. прочитает файл, распарсит их, все, что нужно сделать, отправить на GPU. GPU начнет работу, будет тренировать вашу модель. Потом пройдет то же самое. Если у вас подготовка данных занимает достаточное время, понятно, что у вас возникает постоянно idle истории, когда у вас то CPU простаивает, то GPU простаивает. Что с ним можно сделать? Первое, что вы можете сказать, вы можете использовать prefetch. Вы можете сказать, CPU, давай-ка, дружок, пока ты ничего не делаешь, всегда держи на готове один батч. Вот здесь единичка, это как бы единица измерения в том, что было до этого. Это как бы не один row, это в этом случае мы уже сделали батч, это будет один батч. И CPU будет делать all the best, то есть все, что в его силах, чтобы всегда в памяти иметь батч на готове. Уже картинка станет получше. Еще раз, это не всегда так, у меня несколько идеализированной истории, но что будет происходить? CPU как бы что-то делает, делает GPU. Как мы видим, может возникать ситуация, когда у нас все равно GPU не дозагружена, потому что CPU не успевает, даже с prefetch. Лучше стало, но все равно idle time, процент idle time довольно высокий. Что можем сделать? На самом деле, что у нас под капотом? Мы обязательно к датасету применяем какую-то функцию map. Это как минимум функция декодирования данных. Вы там из TfRecord портовав свой парсить, либо там что-то еще делаете. Поэтому у вас всегда будет какая-то проблема на уровне I.O. Вы либо с локального диска будете читать, все равно есть пропускная способность I.O., либо обычно вы по сети читаете файлы, там тоже всегда есть своя пропускное ограничение. И что происходит на уровне процессора? Вы дождались ответа от I.O., помэпили данные, еще кусочек дождались, от I.O. снова данные помэпили. плохо. То есть мы более уже детализировано эту картинку посмотрим и видим, что на самом деле CPU у нас проблема с тем, что оно от I.O. зависит. Слышно меня? Недостаточно производительное. Что нам может помочь? Да, спасибо, отлично. CPU, как у него, как у большинства современных CPU, устро может представить уже однопроцессорное CPU, у них как бы много ядер. Можете сказать, давай-ка дружок и вызвать столько тредов, сколько вам нужно. По-моему, по умолчанию уже то ли в 13, то ли в Tf2.0 уже по умолчанию нам Parallels Calls выставлен по OS CPU Count. Вы можете здесь передать свой параметр. Обычно я использую, я вижу, что у меня затык input по pipeline, то использую равное количество ядер и помогает. У вас, естественно, будет происходить уже такая история. То есть вы до момента формирования патча будете как бы читать в параллель. Следующая история. Если вы все равно видите, что у вас как бы затык возникает в IEO, почему это может происходить? Особенно, когда вы читаете по сети, у вас всегда есть некоторая latency на открытии файла, на поддержание connection и throughput ограниченного на уровне отдельного файла. И в этом случае у вас может возникнуть ускорение, если вы начнете читать одновременно из нескольких файлов. Потому что эти файлы могут там как бы оказаться на разных кусках, в смысле вашего сетевого кластера и так далее. Тогда вы используете Interleave уже, который я упоминал, и инструктируете CPU на самом деле при подготовке каждого паста читать из разных файлов, и это ускоряет, если у вас как бы затык был на уровне IEO. И последнее, опять же, у Interleave тоже есть магический параметр, когда вы ему говорите тоже, давай-ка, дружок, делай это в несколько потоков. И я могу вам показать, спайки, конечно, не очень красиво здесь выглядело, надо было с ними побороться. Это пример. Я тюнил pipeline, который, не очень важно, что он делает, датасет был достаточно большой. На самом деле, это пример для Crytel датасета. Если кто не знает, это как бы публичный датасет по кликстриму 4 миллиарда строк. И мы, я надеюсь, скоро публикуем тюториал, обновленный на эту тему. Так вот, значит, внизу видно как бы то, с чего я начал. Initial, это оранжевый. А закончил я на самом деле перформансом на уровне, причем уже global stack step per second. То есть у меня на самом деле перформанс, как вы видите, вырос почти в 4 раза. В 3-4 раза исключительно за счет тюнинга input pipeline. Еще раз, это далеко не всегда так. У меня как бы сама модель была довольно простая, а датасет был агромадный, поэтому у меня по очевидным причинам был затык на уровне датасета. И мы даже видим лучше, значит, experimental, это сейчас в 13-й версии появился map and batch одновременно. Как бы там еще из небольших трюков, что помогает. Иногда помогает map сделать после бетча. Обычно что вы делаете? Вы делаете map, попарсили ваши данные, потом собираете их в бетч. Что можно делать? Сначала собрать бетч, а потом его одним вызовом распарсить. Вы парсите tf-records, там есть два метода. Парсить одну запись и парсить тензор из записи. Чуть по-разному их нужно вызывать, но в целом это помогает. Теперь вопрос. Откуда же я узнал, что у меня затык возникает в этом? На самом деле это, наверное, вторая важная вещь, которую мне хотелось бы, чтобы вы вынесли с собой, что я, например, этого не знал до недавнего времени. Когда вы думаете про TensorFlow, если что, представляете? Есть такой репозиторий на GitHub, TensorFlow. На самом деле я вчера проверил, там 75 репозиторий. То есть под гидой TensorFlow на самом деле за OpenSorption довольно много интересных инструментов, про которые вы, может быть, даже не слышали. Недавно зарелизили, на последнем саммите, объявили, например, tf-agents. Есть прекрасные вещи, как TensorFlow например, если вам нужны специальные вещи, ну и так далее. Просто посмотрите, вы можете обнаружить малоизвестные тулы, которые вообще упрощают вам жизнь. Одним из них является профайлинг, вернее, инструмент для визуализации профайлов. И особенно, мне кажется, интересно в эту тему сегодня немножко поговорить, потому что в 2.0, простите, версии 2.0, там профайлер будет более простой в использовании, наверное. Но в целом, для профайлинга у вас во время тренинга, очевидно, у вас есть тензорборд. Что вы еще можете сделать? Вы можете задампить и визуализировать ваш отдельный шаг. Я вам сегодня кратко покажу, как это сделать за 5 минут оставшиеся. Вы можете протрейсить несколько шагов, задампить их в бинарник и потом проинспектировать с помощью специального тула, который за open sourcing. Отдельно есть TPU, профайлер. В всякий случай скажу, что у вас есть для инференса еще замечательный TensorFlow model benchmarking tool, который тоже позволяет вам понять, если у вас проблема с инференсом по профайлер, что же там не так. Итак, дампы и single step. Простите, дампим отдельный шаг. Что у нас происходит? Мы можем проинструктировать TensorFlow, нужный нам шаг задампить в JSON, есть документация, что в этом JSON не будет, можем его там посмотреть руками, либо пойти и первая приятная вещь, что в этот момент у вас в тензорборде будут за как бы вы сможете выбрать вкладки на графе memory and compute время и посмотреть на графе, какие элементы графа, сколько занимают память, сколько занимают выщитительного времени прямо в тензорборд, если вы такую штуку сделали. А можете, я покажу вам потом как это сделать очень быстро, и можете после этого сделать следующую вещь. И это только, к сожалению, визуальная инспекция. Вы можете вызвать в любом Chrome браузере и только в нем магическую команду Chrome Tracing, а после этого открыть ваш JSON, и в этом JSON на самом деле вы будете, он специально сделан формат консистентный с Chrome Tracing, у вас откроется такая картинка. То есть вы будете делать весь ваш шаг, видеть, вы будете видеть как бы время, вы будете видеть, сколько на вот этот кружочек, это как в какой момент вашего шага элемент графа был задамплен, вы можете видеть как бы его размер, сколько памяти потрачено и так далее. И дальше все это еще как бы по акселераторам. Здесь видно, что использовать GPU, специально такой пример сделал, заведомо бессмысленно, потому что еще раз, у нас весь затык на самом деле в подготовке данных и в нагрузке на CPU. И вы можете ваши шаги визуализировать и анализировать таким образом. Как это делается? Если вы используете верхнеуровневое API, там есть документация, посмотрите, с верхнеуровневым API, это вообще просто вы добавляете просто один хук, tf.train, tdota профайлер хук, указываете, какой шаг сохранить, там можно лямбда-функцию сделать и так далее. Нужно профайлер хук переопределить, но это как бы легко делается. Куда писать, если вам нужно память тоже дампить, говорите дампить память, и этот хук добавляете в ttrain.spec. У вас хуков разных может быть много. И после этого вы получите эти JSON, которые нужно локально скопировать и через Chrome браузер посмотреть. Я рассказал, что там возникает. Вторая история, если вы хотите собрать трейсбэк и проанализировать несколько шагов, чтобы случайного не было выброса, и более глубоко посмотреть, что там происходит, вы можете уже использовать другой tool, называть tf.contrib.tf.prof профайлер контекст, говорите, куда писать, говорите, какие шаги трейсить, и в какой момент дампить. Вы можете дампить несколько раз собрались, какие-то шаги задампили, еще какие-то собрали шаги задампили. трейсить и дампить каждый шаг очевидно не нужно, потому что там много шагов, зачем вам это. Вам, например, интересно бывает посмотреть, как там в начале эпохи, в конце эпохи, что происходит и так далее. Когда лосс большой, лосс маленький, что происходит. Вы можете таким образом разные вещи делать. После этого вы можете либо использовать command line интерфейс, к нему есть некоторая документация, его нужно забилдить, что не очень легко, но в общем можно с этим справиться. либо можете вообще использовать такой профайлер, который отдельно за open sourcing, как профайлер UI в репозитории под названием profilers-UI. Склонировали его, запустили, указали путь к вашему дампу. Это вот примерно так выглядит. То есть просто вы запускаете профайлер UI. в общем вы вызываете ваше репозитории. Прошу прощения, где-то вверху. Python UI.py и указываете путь к вашему профайлеру. Все легко. И здесь вы можете выбирать, хотите анализировать микросекунды, что на CPU происходит, память и так далее. Видите известный уже таймлайн нам, но агрегированный. То же самое, что мы видели в Chrome Racing. Дальше можете осмотреть и указывать глубину, сколько шагов вам нужно вглубь анализировать. Что у вас происходит на уровне кода, где основная задержка возникает, на уровне памяти либо миллисекунд. И можете опять же выбрать, что вам показывать. Она вам делает анализ как на уровне кода, так и на уровне отдельных операций в графе. Можете посмотреть, какая это операция, какая она у вас самая длинная и потом опять же пойти посмотреть, как можно от нее избавиться либо ее оптимизировать. Это позволяет вам понять, где у вас узкие места. У нас уже времени нет. В документации она не очень идеальная. В 2.0 мы это исправим. Коллеги это исправят скорее. Но приятно говорить. Но история в том, что там есть несколько интересных примеров, что можно с помощью этих тулов делать и какую аналитику того, как вы тренируете модель проводить. Это, наверное, все. Здесь я показываю, как вам нужно этот инструмент поставить. Вам нужно установить dependency, который называется TTPROV. Если вы хотите еще там красивые графики строить и сохранять в PNG, в котором весь граф показывают и говорят, где сколько памяти вы тратите, где сколько секунд. Я, честно говоря, не придумал случай, зачем это можно использовать. Просто можно в презентацию вставить, будет очень красиво и менеджмент точно будет в восторге. Ничего не понятно. Так вот, я сегодня постарался рассказать про высокоуровневые API, как их можно тюнить. Надеюсь, стало более понятно, как распределенное обучение работает и призываю посмотреть более глубокие видео, понимать, как у вас система работает под капотом. И смотрите, что крутого есть в Freezer Flow репозиторию, используйте профайлер и больше вам хороших моделей, как-то крутых моделей, хороших, разных, да, надо говорить. Да, если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Спасибо. Вопросов нет? Да, пожалуйста. Что изменится с релизом TF 2.0? То есть в самом начале говорили, что у нас есть мастер, который отвечает за создание сессии и всего остального, но в Игоре оно ведь немножко по-другому будет выглядеть. В Игоре оно будет немножко по-другому. На самом деле давайте так, есть прекрасное видео на Стэнзорфлоу Саммита, которое объясняет, как работает AutoGraph, ну как бы и там, но это прямо рассказывает 20 минут, мне кажется. Ну в смысле как бы на самом деле там в Игоре будет что происходить, как я понял, у них там будет две модели, они будут стараться как бы под капотом все равно сделать как бы выставить граф интерфейс сессии никуда не денется, там еще есть механика, а граф он же как бы оптимизирован и так далее. Вот этот Autograph это делает под капотом и вы можете этим управлять в какой-то степени. Но у вас еще возникает эта вот быстрая история про игры, когда вы можете я наверное непонятно сказал. Смысл очень простой. Посмотрите видео, там люди гораздо круче, чем я рассказывают и даже мне понятно, но второй кусок, что в этом смысле мне кажется не поменяется ничего, потому что под капотом игр вам позволяет просто как бы быстрее и это удобнее API для прототипирования, но вы же не будете на полном датасете в игре модели тренировать. Вы как бы отправите на кластеры и в этом смысле там ничего не поменяется. То есть идея в том, что мы экспортируем граф статический, после чего уже он распределяется. А граф распределяется? Вы имеете в виду в распределенном режиме? Да, мне интересно, что изменится в распределенной модели. То есть в принципе понятно. Окей, на самом деле, когда у вас data-параллелизм, то у вас граф не распределяется, граф-то у вас общий. То есть я не упомянул, у вас есть модель, когда у вас называется граф-параллелизм. Как граф-параллелизм работает с игром, я как бы не знаю, в смысле даже не думал про это. Я имею именно data, но здесь просто раньше был отдельный воркер по сессию. В игре не совсем есть сессия. Да, ну, окей, там не совсем есть сессия, но на самом деле граф у вас в распределенном режиме не распределяется никуда. На самом деле граф, я бы это представлял, так, он граф-то у вас как бы живет на самом деле на параметр серверах в первую очередь, ну, как бы состояние графа, поэтому да. Спасибо. Да, не уверен, что я ответил хорошо на вопрос, но ладно. Я еще поспрашиваю, как у вас. Да, окей, да, давайте в оффлайне продолжим. Спасибо.